Ребята, всем привет! Сейчас я пришел на зеленый рынок, возьму газ, я отправляюсь в лес, хочу сделать такой эксперимент, 24 часа пробыть в лесу, идуща за газом. Сейчас, конечно, дождик пошел, я не рассчитывал на дождь, но назад дороги уже нет. Все, ребята, взял я газ, баллон стоит 450 тенге, сейчас еще возьму продукты, сейчас наберу водички, 5 литров, думаю, будет достаточно. Кидаем 50 тенге. Кидаем 50 тенге, нажимаем Озон. Старт. Вот я кинул мани 50 тенге, вот баланс, как деньги убегают, 1 литр стоит 10 тенге. Ну что тут совсем много не доливает воды, вон сколько не долили, бывает аж через верх бежит. Так, ребята, сейчас я нахожусь на даче, взял я продуктов на 1800 тенге, сыр взял янтарь, 1 лук, картошка у меня, вот газ такой всесезонный, от минус 10 до плюс 35. Потом взял шпроты и взял сардины. Потом взял 3 банана, текст взял к чаю, такой немаленький лепешка. Возьму кастрюльку, чай буду заваривать, потом еще одну кастрюлю возьму, где буду кушать, готовить. Здесь лаутина на даче. Кто не видел, мы тут справлялись с Марусей, солнечную батарею я сейчас скрутил, буду ее ставить в лесу. Возьму вот такую вот куртку, теплую, зимнюю туда в лес, потому что ночью будет холодно, сейчас я покажу на даче, уже снег лежит. Вот мой рюкзак здоровый, на 65 литров, такой специальный, это походный, я в нем путешествовал. Вот такую кастрюлю возьму, все, что мне надо, 5 литров воды, кружка у меня есть, чаек, конечно, с собой тоже. Вот смотрите, ребята, снег лежит на даче. Сейчас нужно все тщательно подготовиться, взять нож, все, что пригодится в лесу. Ну, как бы у меня опыт уже есть, я в лесу бывал, не раз ночевал и даже жил на реке Жанэ, в лесу, в горах, как бы опыт у меня имеется. Рюкзак удобно, очень большой, еще вот так поднимаются края. Вот. Ну, карематик, у меня там спальный мешок, все в общем есть. Вот такой сейчас, смотрите, снег на даче. Ну, его не так много. Ребята, все, я дошел до леса, смотрите, тут снег лежит, я ищу сейчас место, куда поставить палатку. Лес такой большой здесь, думаю, какой лес пойти, сюда можно, сюда, сюда, места как бы много, наверное, сейчас сюда пойду. Так, ребята, захожу я в лес, такая здесь трава высокая. Сейчас буду искать, твоя сумка, место для палатки. Свой рюкзак. Лес, 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 и никого нету. Ребята, я решил здесь остановиться. Как раз камеру удобно ставить. Так, каремат постелю обязательно, потому что холодно. Кастрюлька. Свет проведу. Поставил камеру на треножку. Мои продукты. Газовая горелка. Обязательно. Палаточка. Она у меня теплая, двойная. Спальный мешок. Сейчас приступаю к сборке палатки. Такие дуги здесь идут. Вот. Ребята, как четко. А вот второй тенн. От дождя и будет еще теплей. Одевается сверху. Вот смотрите, ребят, какая палатка. Здесь очень удобно. Такие тут кольца. Цепляется, одевается все. Здесь один замочек. Сейчас его все еще застелю. И тут второй замок. Далее идет туда каремат, чтобы на земле не спать. Вот. Сейчас кидаемся на спальный мешок. Вот сюда повешаю свет. Здесь, кстати, такой крючок. Вот он. Есть карманчики. Тут удобно себя снимать. Я поставил такую треножку. Кстати, брал на Алиэкспрессе. Водичка, водичка. Сюда поближе поставим. Сейчас буду проводить свет. Так, теперь наверх кладем и спальный мешок. Он, кстати, у меня на даче был. У меня кокон. В него залазишь, застегиваешься и все. И спишь. Так, повешу сейчас свет. О, как удобно. И солнечную батарею повешаю. Хотя тут солнце все равно. Она есть. Так что это все пригодится. Ну, она и заряжена у меня. Все, ребята, провел я солнечную батарею. Так, буду закрывать. А может, потом на ночь уберу. Ну, будет видно. Пока так я сделал. Так, у меня тут и кастрюли есть. Там кастрюля есть. Еще газ-зал с дачи. Тут сейчас надо еще походить здесь по территории. Посмотреть, что есть. Вот так моя палатка выглядит со стороны. Посмотрел, тут никого нет. Кто-то, конечно, был, кстати. Вот влажные салфетки лежат. Пуковка. Здесь что такое? Пиво. Вообще, я как бы зашел вглубь леса. А вначале я видел люди-люди были. То есть, они собирали явно грибы. Это, наверное, не съедобные какие-то тонкие. А может, съедобные, кто знает. Скажите, буду знать. Я в грибах не спец. Здесь кучи какие-то с кирпичами. Может, что-то отгрузил. Ребята, в лесу такой кайф. Такой воздух чистый. Еще после дождя прям так пахнет хорошо. Вот тоже какое поваленное дерево. Большое. Я что-то грибов не вижу. Сейчас самое главное не потерять потом палатку. Ну, еще светло. Я найду, конечно, дорогу. Вон, с корнем вырвалось. Сейчас сразу сделаю покушать. Я еще сегодня ничего не ем. Сейчас, ребята, попью водички. И буду, наверное, что-то кушать делать. Картошечку отварю. Картошку отварю. И возьму скумбрию. Там рыбка у меня. Вот в этой кастрюльке я буду кушать, готовить. А здесь буду пить чай. У меня чай с собой дохон пау. Ребята, в общем, это у меня такой эксперимент. Хочу побыть в лесу 24 часа. И здесь же поспать в лесу. Посмотрю, как ночью будет холодно. Нет? Смотрите, какие грибы. Я помню, в детстве на них наступал. А с них пыльца шла. О! И вот еще один такой же. Смотрите, еще какие грибы нашел. Какие-то красные. Тут их целое семейство. Вот такие вот ножки. Но я тоже их есть не буду. Потому что я не знаю, съедобные они или нет. Сейчас у меня такая цель. Я хочу найти какой-нибудь пенек. И соорудить, сделать такой столик. Так, чтобы можно было чистить картошку. Кушать, готовить. Какое-нибудь полено найти. Перед палаткой поставлю. Будет стол. Тут лесу птички поют. Ночью интересно, как будет. Посмотрим. Нам сколько-то деревьев попадало. Мне бы такой, какой-нибудь пенек. Как раз как столик был бы. Там дядься стучит. Какую-то нору нашел. Глубокая нора. О, еще классную полянку нашел. Может сюда к вечеру или ночью, может перейду. Смотрите, какое место. Все закрыто. Вообще классно. Вспоминаю, как раньше путешествовал. Искал места для палатки. Помню, в Геленджике поставить некуда было палатку. То есть не разрешали. Не в городе. Поднялся на гору. Там тоже не разрешили. Сказали, гора частная. Все, ребят. Кажется, я знаю, какой у меня будет столик. Сейчас сделаю его из кирпичей. Натаская кирпичей. Тут аж плесень. Тут много кирпичей. И из них сделаю столик. Вот, ребят, в общем, вот такой у меня будет стол. Нашел такое корыто металлическое. И там в кирпичах поковырялся. Нашел такую плиту. Вот стол. На нем буду готовить. Вот снова нашел такие же грибы красные. Нашел тут из-под краски банки. Думал, такой столик сделаю. Но это очень маленький. Вот, ребят, еще принес такую плиту. Потом постелю салфан. И будет сидушка. Все, сейчас все продукты вытащил. Повешил. Тут у меня будут полотенца руки мыть. Вот столик. Постелил салфан. Все. Сейчас, думаю, картошку почищу. Пока светло. Вот сколько шишек много. Готовить буду на газу. Когда заходил в лес, там тоже трафарет был. Не поджигать. Ну, то есть костер не разводить. Ребята, приступаю к чистке картошки. Мусор потом все за собой я уберу. С собой у меня еще есть пауэрбанк, потому что тут все равно прохладно. Батарейка быстрее будет садиться. Потом есть такой фонарик налобный. Очень удобный. Вилки, ложки. А вот чайная утварь у меня есть. Сейчас буду ставить воду. Включаю газ. Вот, для безопасности поставлю ее на столик. Так, где тут? Все, горит. Такой вот вид у меня. Уже кушать хочется. Сейчас пока банан перекушу. Вода уже скоро закипит и буду кидать картошку. Все, буду кидать картошку. Я ее порезал, чтобы она быстрее сварилась пополам. Сейчас сразу посолю. Все, у меня уже закипело картошки. Вот, ребят, мне нравится это место. Тут место под камеру. Три ножка стоит. Палатка. Полотенце на сучке. Потом солнечная батарея. Тоже на ветке. Столик все соорудил. И никого нету. Кто-то бегал. Вроде собака была там. А вот кто будет спрашивать. Вот фирма палатки. Орион 2. Нордвей. Двойная. От дождя. Сейчас вышел на полянку. Тут снег лежит. Картошка уже подходит. Решил кинуть еще пол луковицы. Пусть еще чуть поварится. Ребят, сейчас просто можно вообще суп сготовить. Кинуть сардину и будет супчик. Все, готово. Все, ребят, готово. Такой пар картошкой пахнет прям классно. Сейчас я буду приступать к трапезе. Здесь еще осталось с картошкой на потом. Так, где моя сардина? Так. Открываю сардину. Ох, рыбка с картошечкой. Лучок у меня еще есть. Сырок. Янтарь. Кто сейчас кушает, тому приятного аппетита. Как вкусно на свежем воздухе-то кушать в лесу. Совсем по-другому. Не как кушаешь дома. Вот у меня еще есть лепешка. Вот такой вот у меня обед. И с таким прекрасным видом. Солнце уже заходит потихоньку. Ребята, сейчас буду делать чаек, как без чайка. В лесу. Заварю дохунпау. Большой красный халат. Кстати, кто хочет чай купить, у меня есть ссылка в описании под видео. Есть чай дохунпау. Три пачки. Расфасованный по пакетикам. Один пакетик берешь и сразу завариваешь. Хороший чай. Так можно лепесточки поднять, чтобы ветром не сдувало. Потому что они плохо держат. Ребята, смотрите, что еще в палатке идет в комплекте. Такие крюки. Ну, тут она стоит очень устойчиво. Обычно, когда сильный ветер, то можно через кольца вот так вот в землю вдевать. Вот. Сколько их много вокруг. Но я не буду. Вот упаковка для палатки. Тут есть инструкция по сборке палатки. Все на русском языке написано. Вот она держит воду 1200. Вообще для двоих идет 2 метра 10 и ширина 1 метр 20. Но она не сильно большая. Но зато более теплая. И вот москитная сетка идет. Вес 2 килограмма 350 грамм. Сейчас иду в другой лес. Смотрю тут следы. Собачьи, походу. Хочу в другой лес сходить. В разведку. Пока у меня там вода греется. Солнце продолжает потихоньку заходить. А в этом лесу немножко темнее. Чем где я остановился. Туда еще солнце падает. Вот так сейчас выглядит мое местечко. Нашел еще такой пенек. На камеру ставлю. Когда снимаю столик. Рюкзак повешал. А вот мой лес где я остановился. Смотрите, солнце падает туда. Так, посмотрим. Пришел. О, нет еще. Вода не закипела. Ребята, я решил сейчас остальную картошку доварю. Пока светло. Пускай вареное будет. Так, ребята. Чайный пьяница здесь. Чайничий глиняный. В нем буду заваривать дохон пау. Это тара. Вот он, чаек. Смотрите, какие листочки. Длинные, цельные. Это тоже говорит о хорошем качестве. Так, пиалка. Ребята, забыл я чашу справедливости. Вместо чаши справедливости у меня будет кружка. Буду, в общем, в кружку сливать чай. Вместо чаши справедливости. Ничего страшного. Можно побольше. Покрепче сделать. Еще ночь впереди. Заливаем кипяточком. И сразу сливаем. Все. Промыли чай. Его раскрыли. А теперь можно заварить. Ну-ка. Мм, как вкусно пахнет. Очень люблю этот чай. Все завариваем и ждем. Как я так забыл. Ну, пахнет. Что мне по нраву, так это чай до хон пау. Ну, ребята, за ваше здоровье. В этом прекрасном лесу. Еще ночь впереди. Посмотрим. Ребята, у меня еще есть такой кекс. Но чай я обычно пью без сладкого, без ничего. Потом, если водичка будет остывать, то нужно будет ее подогреть. Желательно заваривать таким кипятком. Потому что это не зеленый чай. Ну, ребята, пью чайок аж. Прям согрелся. Решил вот так вот заварить. По-крупному, так сказать. Сейчас еще подогрею водичку и залю целый стакан. И здесь у меня еще чай. Чая много не бывает. Ребят, смотрите. В стакане заварил. Заварки там, конечно, очень много. Все, ребят, вот за весь день. Один баллон уже кончил, пустой. И буду ставить, который я взял. Такой фирмы я еще не пользовался. Сейчас посмотрим. Баллон тяжелый. О! Хорошо горит. Смотрите, ребята, какая заварка получилась. Оранжевая прям. Сейчас еще водичку грею. И пока вода греется, почистил всю картошку последнюю. Отварю ее и все. Когда темно уже будет, чтобы ее потом не чистить. Все, ребята, уже закат. Какое небо. Ребят, смотрите, сколько тут много мха. Хожу по лесу, гуляю. Тоже гриб какой-то. Смотрю, тут кто-то галошу потерял. Сейчас повешу на ветку. Кто узнает, придет. Заберет. Вот. Ребята, что-то я так находился. Прям подустал. Надышался таким воздухом свежим. Решил немножко вздремнуть. Дверьку закрыл. Посплю немножко. А потом встану и еще сделаю кушать. Чаек попью. Давайте, ребята, скоро включусь. Ну, хорошо так мягенько лежать. Получается, я лежу на спальном мешке, на каремате. Ну, сама палатка, конечно, очень тонкая. Это просто такой вот брезент, который не промокает. Вот. И два слоя палатки. Ребята, все, я проснулся. Часа, наверное, полтора поспал. Вот так уже стемнело. Фонарь вынес сейчас на улицу. Сейчас хлебану чайку. Чуть согреюсь, подзамерз. Можно и потанцевать будет. Продолжение следует... Так, ребята, сейчас картошку отварю. Поужинаю. Вот моя картошечка. И остались у меня шпроты. Ребята, смотрите, какая сейчас видимость. Вообще ничего не видно. Я одел... А, свет выключил и одел налобный фонарь. Ну, так уже хорошо видно. И руки свободные в одной камере. Вот фонарь висит. Ребята, сейчас фонарь включу. Ага, вообще плохо видно. Темно. Решил прогуляться по лесу. Пока там у меня готовится картошка. Последний прием пищи будет на сегодня. Конечно, сейчас меня будет видно. Ну, в лесу-то никого нету. А так темно. И фонарь горит. Ну, назад дорогу я найду. Я уже местность хорошо разузнал. Но сегодня я по лесу вообще много находился. Думаю, сон будет крепкий. Если не будет каких-то шумов. Таких громких. Я помню, когда ночевал на реке Жене. Там меня одолевали еноты. Потом ежики. А еноты вообще еду воровали. Ой, я не вижу. Глаза свечу себе. Вот. Ну, тут, конечно, енотов не будет. Ребята, вот эту вот солнечную батарею я заказывал на Алиэкспресс. У меня есть тоже реферальная ссылка. Кто зарегистрируется по ней, ранее не был зарегистрирован, вам дадут купонами там где-то на 21 доллар. То есть это будет как скидка. А ссылка будет в описании под видео. Ну-ка, сейчас посмотрим. Закипело, нет? Нет еще. Здесь я еще чаек сделал. Сижу, пью. Ребят, вот так включается солнечная батарея. Вот. Все, видно. Что-то долго закипает. Время сейчас 9 часов вечера. И фонарь выключаю. Сижу здесь в темноте. Все уже закипело. Сейчас газ убавлю. Ребята, смотрите, как палатка красиво светится ночью. Вот. Такой вот домик. Все, ребята, готовы. Вот сколько картошки мне. Еще на утро хватит. Вот, ребят, такой у меня ужин. Шпроты. Картошечка. Лепешка осталась. Чай еще заварил. Целый стакан до хунпау. Вот. Приятного аппетита. Вот такой фонарь. В принципе, я хорошо все вижу вокруг. Не знаю, как будет на камеру передаваться. Да, на природе, конечно, в лесу очень вкусно. И картошечка с рыбкой. Уже рыбка другая. Ну, все, ребят, я поел. Прям согрелся. Сейчас пойду спать. Время первый час ночи. Устуть не могу. Слышу какие-то шумы. Как будто кто-то разговаривает где-то. Вот я включил свет, фонарь. Очень светло. Вот. Накрылся. Так, как бы, конечно, не холодно лежать. Вот. Буду сейчас засыпать. Ребята, тут хорошо. Еще интернет ловит. Решил еще поотвечать на ваши комментарии в YouTube. Ну, ты попозже уже уснул. Со рта пар идет. Даже в палатке. И на улице идет. Ну, на камеру, наверное, не видно. Ну, все, ребята. Всем добра, всем пока. А я буду спать. Стараться уснуть. Ребята, доброе утро. Время сейчас 10 часов. Уснул я под конец так крепко и прям это... Спалось хорошо. Тепло. Ну, единственное, нос холодный. Классно. Мне нравится такой опыт. Вспомнил, так сказать, былые времена. Когда раньше в палатке спал. Ну, когда в палатке спал, конечно, всегда было тепло. Я летом в основном путешествовал. А когда зима была, по теплым странам. Все, мне тут на улице было. Вспомнил...